Малышка Шкода Фабия покинула Россию аккурат перед глобальной премьерой третьего поколения, а сейчас дебют готовится справить уже четвертая генерация модели. По последней моде чехи сначала раскрыли технические подробности, а срыв покровов состоится позже. Первое и главное, по своим габаритам чешская малышка неожиданно догнала Volkswagen Golf четвертого поколения, поскольку длина разом выросла на целый дециметр, в свою очередь ширина стала больше на полдециметра. Удивительно, но снаряженная масса при такой акселерации сохранилась на прежнем уровне. Спасибо, надо сказать, переезду на более современную версию Volkswagen платформы, а также оптимизированной конструкции кузова. Любопытная хитрость – 40-литровый бензобак, хотя любителям дальнобойных прохватов предложат заказать 50-литровую емкость. Кстати, мы не случайно произнесли слово «бензобак», ведь дизельные моторы полностью исключены. Роль старшего примерит 150-сильный полуторалитровый турбомотор, с которым работает исключительно семиступенчатый преселектив. А еще Fabia примерит 4-литровых тройки разной мощности – от 65 до 110 сил. Несмотря на всеобщее увлечение гибридами, Skoda решила обойтись без электрических надстроек, даже мягких. И это кажется странным, ведь остальные европейцы активно предлагают стартер-генераторы. Зато чешский хэтчбэк выгодно выделяется умными решениями из серии Simply Clever, коих запрятано сразу 43. Плюс, конечно, от Volkswagen и Audi перепадут премиальные опции вроде виртуальных приборов, диодной оптики и адаптивного круиза. Европейцы увидят новую Fabia этой весной, тем более, что секретом остались внешность до салон. Однако российским фанатам модели можно не беспокоиться. У нас статус младшей Skoda сохранит лифтбэк Rapid. Следующая новость от материнского бренда Volkswagen. Последний уже давным-давно завел правильную традицию отмечать каждую пятилетку жизни Golf и GTI выпуском специальной версии горячей модификации. К нынешнему 45-летию заготовлено исполнение Club Sport 45. У него 300-сильный турбомотор, 7-ступенчатый преселектив и механический самоблок. Также юбилейному тиражу полагаются фирменные декали и шильдики, плюс окраска крыши черной эмалью. К слову, за этот праздничный декор Volkswagen просит больше 6 тысяч евро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова